Продолжение следует... Мирбаус. Мирбаус с белой полосой. Видите, кое-какие доски даже совпадают по цвету. Нижние, да? То есть в ассортименте есть мирбаус с белой, гитобус с черной и дуб с черной полосками. И все вот с такими гвоздиками так называемыми. Еще одна степень разнообразия. Еще один дизайнерский формат. Казалось бы, в обычном варианте что дуба натурального, что экзотики. Но это вот присутствует. Ну, наверное, о чем еще надо сказать? Мы говорили о массиве. Само по себе присутствует массив? Ну да, хорошо. Но что отличает массив Бойна от массива других производителей? Первое. Это его формат. Ну, во-первых, конечно, мы всегда говорим о том, что качество любой доски Бойн, будь то массивный, будь то шелетина или штучный паркет, оно находится на максимально возможном в отрасли уровня. Вот. И почти в каждом формате есть тому подтверждение. В частности, в массиве. Подтверждение в чем? Это длина и ширина досок. Длина доски 2,20 является недостижимой длиной пока еще для многих производителей данного продукта. Не буду объяснять почему. Это просто факт. Вы сами знаете, вы сами можете проанализировать форматы других производителей. Сам по себе 2,20 это не только формат зависит от возможности оборудования технологического, а именно станочного. Станоч-то это дело такое поправимое. Важно уметь высушить эту доску таким образом, длинную. Еще и доску с текстурными проявлениями в виде стучков, разнотональностей, заболоней, например, которые имеют разную отличительную плотность от не заболонных участков. Что все вносит свой вклад в деформацию древесины во время сушки. Сушка древесины под массивную доску идет минимум 30 дней, а может даже больше. Потому что 20-я толщина финишная предполагает исходную толщину около 30. И все вот эти большие сучки, которые у нас присутствуют на том, видите, пожалуйста, посмотрите еще вот, ну не знаю, массив сучков. Эти все сучки, они, это же переплетение, скажем так, волокон древесины. И эти переплетения во время сушки выгибают древесину. А если мы откроем прайс-лист, например, и способы укладки массива, то мы увидим, что весь массив компания Боин рекомендует либо приклеивать к основанию без гвоздей, не к фанерному, а к любому основанию приклеивать, а 137-ю ширину еще можно и с теплым полом совместить. Что, мягко говоря, тоже является нонсенсом для других производителей массива. Да, тех, кто его делает. Из а-ля близких к топовым. Потому что реально топовый производитель массива, кроме Боина, ну, по-моему, нет. Ну, в черстве нет? Нет. А кто еще у нас топовый? Ну, вот. А что это? Амиго. А, амиго. Амиго. Брат. Ну, вот, вот такие вот сучки, ну, даже это маленький сучок, ну, это все то, что выгибает доску. А, сами понимаете, доски длиной 2,20, которые вы открываете и которые загибаются вот так или вот так, или вот таким винтом из-за того, что там сучки, внутреннее напряжение не позволили остаться этой доске плоской. Такой продукт никому не нужен. Вот. А наши доски, если производитель, здесь логика, да, даже если мы ее не видим сейчас с вами, в руках не держим, но если ее можно клеить к основанию без гвоздей, это означает, что она плоская. Потому что у европейских производителей у них нет такого, что вы должны понимать, что эту доску вы должны втроем держать, пока она там, пока клей не засохнет, или там прижимать ее чем-нибудь там. Следующей упаковкой паркетной доски, лишней, которую вы должны купить. Ну, я утрировал. Этого нет. Она просто приклеивается. А если вы покопаетесь в Ютьюбе, то вы найдете укладку массивной доски, грубо говоря, на двухсторонний скотч. И если вот сейчас взять бы, жаль, что и нет, тоже надо будет сюда отправить пару досок стареньких. Мы со склада, из образцов, старые доски, когда в полную длину висели, мы все собрали, и вот такие вещи разные. Ну, мы доски массивные не выбросили. Мы выбираем старенькие доски. Они ровненькие. Несмотря на то, что они старенькие, в открытом виде несколько лет висели где-то, стояли. И они собираются вот так вот рукой спокойно. Кладешь их на пол, и видно, что она полностью прилегает. И вопросы все снимаются. То есть другие люди, производители, а, это не могут сделать, и, б, если бы они это сделали, то, что мы знаем, что они делают доски длиной полтора метра, которые кривые, которые только с гвоздями можно монтировать. Они сами об этом пишут. А здесь коротышек нет, как еще у других уважаемых производителей есть. Ну, то есть открываете пачку, там набор длин вываливается на вас там. Все палки разных длин. Что с ними делать? Ну, конечно, мастера-то знают. Здесь в массиве, в упаковке, 5 досок. 5. Они могут быть, первый вариант, все длиной 2,20. Крайний вариант. Две доски, три доски могут быть 2,20. Это крайний вариант. То есть гарантируется три доски полную длину. Две доски могут состоять из двух составных. То есть минимальная длина 800. Соответственно, если у вас есть минимальная длина 800, то у вас, значит, будет вторая часть максимальной длины, не 2,20, да, а метр сорок. Соответственно, это очень крупно-длинный массив. То есть это фактически одна длинка на 2,20. Часто так и бывает. Вся партия состоит из досок одной длины. Часто так бывает. То есть вот, смотрите, формат, уровень качества, который позволяет приклеивать и позволяет в случае 137 ширины и стеклым полом совмещать. Тут комментарии излишки. Больше нечего говорить. Вот просто так и все. Ну и в... Ну не напоследок, а может быть в таком завершении сегодняшнего нашего разговора, потом вопрос-ответы. Это широчайший формат шале-шалетин. Есть производители, которые тоже могут делать широкие длинные доски, но они все свои умения потратили только на это. Больше у них нет возможностей ни технологических, ни финансовых, никаких. Вот. А у нас это просто еще один формат. Еще один формат. Ширина, либо... Длина, либо фиксированная, как в случае шалетина, да, это 30 на 2,75, либо разноширинная, разнодлинная доска. От 20 до 40 сантиметров и от 2... От 2 метров до... Гарантированно до 4, но, как правило, до 5. Значит, здесь на этом формате нужно остановиться чуть-чуть подробнее. Понятно, что это не то, что покупается раз в месяц, это покупается чуть-чуть реже. Но, тем не менее, в каждом субъекте Российской Федерации, а уж тем более в таком мощном субъекте, как Новосибирск, однозначно есть люди, которые бы захотели, которые бы могли купить такую доску. Тем более, что я сейчас скажу, что их тогда будет объединять с другими очень интересными людьми нашего государства. Именно такая доска будет объединить. Так вот, индивидуальный проект предоставляется нам и рекомендации, как заказчик хочет видеть разложенную широкую длинную доску на своем этом объекте. Вот в эту комнату, пожалуйста, доски пошире, в эту комнату средняя, пожалуйста, в эту поуже, пожалуйста, доски положите. Направление в этой комнате такое, например, в этой вот даже такое может быть. Вот эту информацию сообщаете, мы сообщаем на фабрику, там специальный отдел производит расчет и раскладку такой доски, как захотел заказчик в рамках. Но здесь надо понимать, что такие ограничения, мне самую длинную, какая там у вас, 5, мне 5 метров, какая самая длинная, 40, и все, 5 на 40. Вот это, скорее всего, будет приказ. Потому что, ну, сами понимаете, выдергивать самую верхушку всегда сложно. Но иногда бывает и положительный ответ на такие запросы. Так вот, это все раскладывается, получается абсолютно индивидуальный внешний вид паркетного пола, пронумерована каждая доска, как разложена. Если все подтверждается, запускается производство, и потом поставка приходит в больших коробках, ящиках фактически, где каждая доска пронумерована, и таким образом укладка производится практически без подреза, обеспечивая абсолютно авторский, уникальный вид. Это шалек, как я сказал. Всегда существуют желающие получить фиксированную широкую длинную доску. И вы всегда знаете, что за фикс в массиве, в частности, всегда надо заплатить 20-25% сверху, когда вы хотите одну ширину, одну длину. Одну длину, если это какой-нибудь российский производитель, например, для любой другой. Вот здесь у нас, наоборот, 25% доступная цена на шалетина, что, в общем-то, делает ее доступной для еще большего, скажем так, слоя. Понятно, что, конечно, не для всех, но тем не менее. Ну и как я уже в начале разговора, когда мы обращались здесь к виртуальной этой студии, есть сортировка вот в этом широком и длинном формате, есть такая уникальная сортировка для этого формата, как анданта, либо натур. То есть это почти высший сорт, ну, скажем так, это фактически высший сорт в однополосной трактовке. Потому что сорт Адажио либо Селекта, это скорее, ну, просто вот уже совсем выжимка выше из высшего, да. Потому что одно дело на штучном паркете выбирать высший сорт, когда там на такой планочке, конечно, легко обеспечить отсутствие сучков, но очень тяжело обеспечить отсутствие сучков и текстурных проявлений на длине 2,20 и ширине там 209. Так что, но тем не менее, вот такой вот, однополосный Селект реализован в такой широкой и длинной доске, что казалось просто невероятным. Ранее, но тем не менее, уже второй год такой формат присутствует и, в общем-то, тоже пользуется спросом. Тот, кто начал это продавать, тот это продает достаточно часто. Ну и потом, что вот объединяет, я хотел сказать, получили подтверждение. Мы, на самом деле, в начале 2015 года, вот как раз Антон, непосредственно участник этого процесса, его дилер из Санкт-Петербурга, продал 500 метров на объект, расположенный в Краснодарском крае. Это дом отдыха для самых-самых первых лиц нашего государства, для самых первых двух лиц нашего государства. Это правда. Я получил подтверждение, будучи в этом году в Краснодаре на презентации от дизайнера, который на этом же объекте делал стены и потолки. Вы знаете, первые два лица нашего государства, два лица нашего государства, вот их, скажем так. И многие ходят по Байену. Вот они ходят, Многие ходят по Байену. Шале там, или шалитель у нас? Шале. 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 500 метров шале. Первое лицо Краснодарского края, Красноярского края ходит... Что же туда покупали-то, мне кажется? Потарки-то? Нет, они, ну, начинали, кажется, с... по ноже теле, а в итоге остановились, а в итоге, кажется, остановились, на итальянском, все на итальянском модуле. На львенниках. Ну, просто... А, и в администрацию сюда тоже положили. Все считают, что по Италии ходят за 8 тысяч рублей или 7 тысяч рублей. Там выбирали, ну, было приятно слушать, конечно, сказать, что там был очень большой конкурс, ну, мы просто, ну, мы знали, что, конечно, какой-то конкурс был, но мы в нем выиграли, вот. Ну, и на самом деле, без каких-то вот там коррупционных составляющих, ну, это уже детали, но цена была высокая, ее там у нас, конечно, прощупали, вот. Мы ее сохранили. Вот. Ну, что еще из интересного... Клиент там пытался через нас... Ну, это перерыв. То есть мы ему тактично, то есть... Да, кстати, вот сейчас мы... Ну, не знаю, как, Влад, у нас время есть еще? Да, да, конечно. Есть еще раз. Если хотите сделать перерывчик, то можно сделать перерывчик, потому что есть сейчас экономический аспект, да, это защита проекта, да, вот. Ну, и вопросы-ответы, да, наверное, так. Нужен перерыв? Нет, давайте... Нет, время... Давайте. Давайте. Значит, экономический аспект. Здесь уже... Ну, почему паркетным салоном, паркетным компаниям розничного рынка выгодно и удобно работать с нами. Потому что мы воспользовались и продолжаем пользоваться, скажем так, выгодной ситуацией, которая заключается в том, что, первое, мы являемся единственными, то есть эксклюзивными дистрибьюторами продукции Боин на российском рынке. Да, мы одни. Кроме нас, вот, все, о чем мы сейчас с вами говорили и показывали, поставить в России никто не может. Да? Я... Кроме спортпола. Там есть нюансы. Только мы. Любые запросы, которые приходят на фабрику, от кого вы не приходили. вежливо адресуются к нам. Первый момент. Это очень важно. Потому что без этого реализовать защиту интересов, да, или проектов не представляется возможным. Второе. Мы видим и считаем, что наши интересы могут быть реализованы после того, экономически, когда вы и подобные вам компании реализуют свои интересы. То есть, если вам выгодно, то и нам выгодно. А вам выгодно, чтобы за свой банальный труд вы зарабатывали с каждого квадратного метра, ну, настолько, насколько это возможно. Поэтому другие правила у нас в компании действуют на то, чтобы препятствовать демпингу и препятствовать снижению маржи маржи из-за того, что другие участники продаж опускают цены в произвольном порядке так, как они хотят. Мы с этим успешно работаем, даже не могу сказать, что боремся, да, уже боролись, наверное. И сейчас в целом остались на рынке те игроки, которые в целом соблюдают. Конечно же, сказать, что все гладко, пушисто, идеально пока мы не можем, но мы продолжаем в этом направлении работать. Что это означает? Когда вы поработали с клиентом, поработали с клиентом, даже, может быть, еще нет конкретики 100%, что он выбрал один цвет, вы хотя бы, вы знаете, что он выбирает, ну, например, из пяти оттенков. Ничего страшного, позвонили Антону, или как у вас это там написали, по порядку взаимодействия, сообщили эту информацию, сообщили ту информацию, которая у вас есть о клиенте. Нам не нужен полностью номер и телефон абсолютно. Ну, просто там, допустим, дизайнер, там или клиент-дизайнер, или семейная пара, вот, приходили, выбирали то-то, мы это зафиксировали. Вот, для чего это нужно? Потому что, то, что часто бывает, люди пришли, посмотрели, ага, поняли, Боин, это тот продукт, где мы будем, который мы будем покупать, но мы будем покупать не здесь, а в интернет-магазине в Москве. Вот, чистых интернет-магазинов среди наших дилеров уже не осталось, но тем не менее, есть такие, которые обладают салоном не меньше, чем ваш. Вот, то есть, это, грубо говоря, такой микс стрит-ритейла, такого стрит, причем такой, в общем, такой непроездной, вот, непроходной, и интернет-ресурсу мощного, да, большущий шоурунг и сайт на первой страничке по запросу Боин. Вот, даже, неважно, и в Новосибирске, и в Красноярске, и в Тюмени. Так вот, люди позвонились, они понимают, что происходит. Если этого в защите нет, мы не можем отказать продаж. Таких продаж достаточно много этих интернет-магазинов присутствует. То есть, они ни у кого, вроде бы, не забрали, но понятно, что это заказ не их. Но вернуть этот заказ в тому дилеру, который его создал, не представляется возможным. Мы, правда, искренне хотим, чтобы тот, кто начал создавать, тот и завершил эту работу. И вот эта вся система направлена на это. Первое, позвоните, скажите, и мы тогда уже по этим запросам будем отражать. любой говорит, ребят, у вас запросы из Новосибирска. Поэтому вообще на все запросы интернет, телефонные, все дилеры, независимо от их месторасположения, обязаны называть розничную цену. Все абсолютно. Называя розничную цену, это первый этап к сохранению дельты. Согласны, да? Если сразу называется минус сколько метров? 100? Минус 15 процентов? Дельты нет. Все, поработали. Поэтому первое правило ни с каких скидок по телефону. Второе правило. Право на скидку компания получает у нас, у соответствующего менеджера, который работает, либо у меня. Мы проверяем по защите, проверяем, есть ли что-то схожее, потому что иногда бывают хитрости. Мы это все проверяем и говорим. Либо нет, ребят, называйте розницу, это в защите. Слово защиты ни в коем случае вы не произносите. Ну, не вы конкретно, а участники, так сказать, интернет-конкурсов. Вот так это назовем. Слово защиты называть запрещено. Просто. Цена такая-то 127 евро. Какого сабьем? 200 метров. Скидка возможна? Извините, скидка невозможна. А возможно? Ну, здесь правильный дилер должен сказать, скидка возможна в том месте, где вы смотрели. Я знаю точно по секрету. Когда ко мне приходит такой звонок, раз в неделю я разговариваю с конечным покупателем. Лично я сам. Я аккуратно выясняю, где он смотрел и аккуратно подтверждаю, что вот это самое лучшее место, что именно там ему скидку дадут. А у нас, а мы, в общем-то, в розницу не торгуем. У нас единый прайс-лист, у нас цена розничная, скидок мы никогда вообще не даем. И скидки дают только те люди, у которых вы смотрели. И это на самом деле отличные дилеры. Это настоящее, честное, справедливое. И склад у нас один, склад у нас, а они просто наши агенты. Ну, в этом смысле, участники этой сети розничной по продаже паркета Боин. Вот недавно, вчера люди деньги оплатили. Еще один клиент Антона, просто чтобы так далеко не ходить. Рассказываешь людям, объясняешь, все, они пошли и отнесли денежку туда, куда надо. Если вот, не дай бог, попадается недобросовестный какой-то дилер и что-то говорит неправильно, ну, соответственно, если мы этого дилера вычисляем, то мы его наказываем вплоть до отключения от дилерства. То есть, основные моменты, наверное, вам понятны. У нас уже был, да? Вот такая вот система. Который на прямой нам звонили. Где-то годик назад. Да, не он, но их не с первого вообще не отставили звонить. Ну, да. Знаете, вот, я часто вижу, понимаю, что интернет-магазины, уважаемые, ничего не нарушая, но осуществляют продажу, которая явно не их. Но я не могу определить, чья она. Соответственно, я не могу отказать. И она как раз может идти вот от тех покупателей, которых, ну, кто-то не зафиксил, кто-то забыл позвонить, сказал, да ладно, там еще год до ремонта, они... можно просто, если какие-то светлые, то надуманы, то есть, можно позвонить, и сказать, что там примерно там выбирают, то есть, в общем чертах хотя бы обозначить. Мы подошли к такому этапу, что это внутри компании уже проработано, да, то есть, менеджер один раз обжит. То есть, у нас, кроме того, что есть конкуренция между коллегами по цеху, есть еще конкуренция небольшая между своими салонами. Клиент, он ездит по салонам, да, и очень сложно определить, кто работает. Поэтому есть в компании, там, правила, регламент, когда, если менеджер начинает работать, он должен полностью отработать клиента, взять все контакты, разместить заказ у нас, как бы, в 1С, да, и в этом случае, да, если он даже придет в другое место, ну, то есть, мотивационно менеджер будет поощрил. Если он этого не делает, все, он не работал с клиентом. В принципе, ребята уже, наверное, хорошо, еще, как полгода, как, практически, отрабатывали. Ну, хорошо, это еще, да, дизайнеров в интересах мы решим, если, вот, предлагаем паркет, то у дизайнеров есть карточки, индивидуальные, и в них отражаем интерес, допустим, ну, выбирать между воином, ну, например, да, еще один элемент этой системы, просто здесь я о нем не сказал, мы сегодня подтверждение этого, привезли 4 сертификата, это то, что мы на регион стараемся давать в одну компанию, вот, в данном случае, Новосибирске, это ваша компания, да, Новосибирская область, это означает, что еще и здесь, ну, как бы, уличный вот этой вот, стрит-выбора этого не будет, да, нам это не нужно, это тоже, как говорится, ваше, ну, для дизайнеров тоже очевидно, что если дельта сохраняется, то, в общем-то, интересы дизайнера как-то можно сохранить, ну, это очевидные вещи, да, ничего, единственное, ребят, особенно у Большой Медведица, это касаемо, да, в любом случае, у нас приезжают из других городов, да, так как в других городах, там, ближайших, там, нету, может быть, таких торговых центров, и здесь вот, вот здесь вот очень важно, да, сохранять, как бы, и этику, да, потому что не хотелось бы, то есть, чтобы не было такое, что вы считали, что, ну, Боином же мы одни занимаемся, и поэтому, если я, там, появился человек, и начал смотреть Боин, я не сегодня передам информацию Антону, а завтра или послезавтра, и со скидкой, ну, начну, ну, в любом случае, это же я показал, да, сразу же озвучу, нет, вы должны понимать, что есть люди, которые могут приехать, ну, условно, там, с Красноярска, да, ну, с Красноярска мало ездят, ну, возможно, Новокузнецкий у вас есть дилер, или? Новокузнецкий, а, кстати, Новокузнецкий, это Новосибирская область? Нет, это Кемеровская, да, да, Новокузнецкий у нас, ну, такого ярко выделенного, а, у вас в Кемерово, примерно, у вас в Кемерово, Кемерово точно есть, в Кемерово кому-то и выдали, да, Грана, как бы этот, Вика, как бы есть, да, могут приехать с Кемерово, да, они, может быть, и не знают про Гран, возможно, не знает программа, но вы должны понимать, что все, вы должны работать по правилам. Звонок Антону, после того, как Антон регистрирует и говорит, что все нормально, нету такого объема ни у кого, только после этого говорим о скидках. Потому что это может быть, словно, человек с Кемерово, который с Викой там проработал, заложили Баен, или там дизайнеров Кемерово заложили, он решил пробить Новосибирск, поехал в зоопарк, в Мегу, как они обычно это делают, и решили зайти как бы большую медведицу. Тут видят знакомые Баен и начинают разыгрывать спектакль. Есть хитрые люди, есть делегатом. Начинают разыгрывать спектакль, а вам кажется, что, ну, я же вот он, клиент, он про Баен ничего не знал. А может быть, он и знает про Баен. Поэтому нужно понимать, что вот это правило, оно для всех. Хоть у нас и эксклюзив на город, но в любом случае для всех, потому что в город приезжают разные люди. Если просто заинтересовался и, ну ладно, еще подумаю, то есть можно мне позвонить, то есть в воскресенье, там, суббота, выходной, праздник, утро, вечер, то есть я всегда на связи. Вот. И вы скажете, долго ли он думает, да? Да. У меня распечатаны, в принципе, данные там и по защитам, вот, и защиту тоже я моментально ставлю. В качестве иллюстрации вот такой ситуации и где Москва практически не задействовала, ну, она тоже участвовала, только просто площадка для поиска. Это один проект, в котором было 550 метров. Проект был заложен кировским дизайнером от нашего эксклюзивного кировского дилера. Значит, заложили этот объект в некое помещение, относящееся к оборонно-промышленному предприятию «Алмаз-Антель», значит, которое расположено конкретно то, куда заложили в городе Киров. Заложили, но поскольку это государственное, не просто государственное, еще и оборонное предприятие, то здесь все шло, а, через тендер, и, б, этот тендер проводило соответствующее подразделение госстроя военного, офис которого расположен в Ижевске. И мы полгода, полгода, было несколько волн оптимизации, кто нам только не звонил. Мы даже не знали, что эти люди знают про Боин, но нам они звонили и спрашивали. Это, естественно, это был и Ижевск, это был и Киров, это был и Екатеринбург, это из Перми тоже звонили. То есть Урал весь, по-моему, естественно, и Москва тоже тут, да. Причем из Москвы участники были группы. Кто такой, откуда ты вообще про Боин знаешь? А вот есть у вас, у меня тут заказ пришел от дизайнера. Потом уже на финише, на финише нам звонил наш Ижевский, тоже эксклюзивный дилер, и говорит, вот поймите, у меня свои там взаимоотношения с этим госстроем, Ижевским. И говорит, вот они очень хотят, чтобы я выиграл. Вот. Мы говорим, знаешь, в принципе, выиграть должен тот, кто заложил, кто уже там 4 месяца ведет этот проект, там дизайнер, там в Москву гонял. Ну, то есть не просто так заложить на оборонное предприятие, ну, скажем так, пусть там немецкий, немецко звучащий бренд, но в любом случае натовский бренд, так скажем, да, вот. И его заложили, а, и Б, было мое великое удивление, когда выиграл именно тот дилер, который должен выиграть. Причем он не дал дебить, говорит, мы не будем дебить, у нас там дизайнеры, у нас там, ну, система, ну, нам не надо. И там система такая, там, то есть, ну, такая относительно большая компания, вот. И я там даже, честно говоря, ни разу с хозяином не общался, вот. Я там общался с руководителем проектного паркетного управления. И уже накануне мне позвонили из Ижевска опять, говорит, ну, судя по всему, нас заставляют, нас хотят признать победителями. Вот. Я говорю, ребят, если вас признают, мы будете, вы будете покупать в Кирове, мы, я помогу договориться, но вы будете покупать там, потому что они, мы будем продавать им. Звонил даже руководитель этого тендерного комитета, мы там тоже от них отговорились. И в итоге раз и побеждает Кировский. Реально, я был очень рад, просто, ну, настолько, просто счастлив. То есть, вот, вот такой пример. Полгода пробивали, полгода. Так что мы уже опытные и с тендерами, и со всеми этими делами, и с самым-самым людям. Там тоже волновались и по документам, сами понимаете, там просили полный пакет документов. То есть, самый-самый-самый полный, какой только может быть. Не дай бог там, что случится. Хорошо, что еще с бойным. Когда работаешь с бойным, ты спокоен за тылы. Ты не переживаешь, что что-то будет с качеством, что с этой массивной доской, или с этой широкой или длинной доской. Сами понимаете, эта доска приобретается самыми взыскательными, требовательными заказчиками во всех смыслах. Да, которые видят нюансы, и которые могут спросить потом за эти нюансы, которые могут не понравиться. Поэтому здесь вот надежный трюк, я на 100% уверен. И вот сколько я уже, ну, можно сказать, немало работаю с бойным, не было ни одного случая, когда бы нас бой подвел. Ни одного. Если, не дай бог, где-то какой-то нюанс, ну, на уровне, ну, не знаю, там, просто исключение из правил, без проблем. Ну, еще раз говорю, это, как правило, все возражения заказчиков, они основаны на неправильной трактовке того или иного декора. Как раз о чем мы с вами в самом начале говорили. Анданты, анимоза, могут быть сучки, не могут быть сучки. Вот эти вот нюансы. Да, то есть не надо, показывая щиток, там, не знаю, Golden Valley, который я выбрал, волнистый, и говорить, вот так точно и будет. Но вы же видите, вот написано. Не-не-не, так не будет, не надо. Ну, скажите, если вы хотите так, то возьмите анданты. То же самое, стол и шеду. Вам надо ровный, возьмите стол, вам надо пестрый, возьмите шеду. Вот, нет проблем. Так что вот здесь вот главное это помнить, что есть эти нюансы, помнить хотя бы где это посмотреть в пресс-листе, да, здесь вот на сайте Антону позвонить или мне позвонить, спросить, как-то уточнить моменты. Донести это до покупателя, и все будет хорошо. А что видеть он хочет, надо узнать, что должно быть, что не должно быть. Ну, и тут, конечно, еще общий принцип. Древесина, да, это естественный природный продукт. Не бывает двух одинаковых там деревьев, ничего в природе одинакового не существует. Даже близнецы, они чем-то отличаются друг от друга. Тем более древесина. И поэтому границы, они весьма условны. И недаром здесь вот Боин, он не разместил таблицу с диаметрами сучков, а он разместил такую схематичную таблицу. Это не означает, что точно так же на глаз там и происходит сортировка. Нет, она происходит очень жестко. Но, тем не менее, надо понимать, что вариации цветовые, что вообще древесина это тот материал, где человек должен понять философию этого продукта. Он должен понять, что он не получит одинаковую фотографию, чередующую через 10 на полу в виде ламината. Он не получит фотографию одинаковую, он получит что-то в каком-то заданном диапазоне, которое раскроет в этом диапазоне всю красоту дерева. Хочешь больше диапазон, пожалуйста, есть такие возможности. Хуже диапазон и такие возможности есть. Вот это надо просто донести до покупателя, и тогда все будет хорошо и радостно для всех. Ну и от укладчиков тоже зависит, то есть их взаимоотношения. Ну, конечно, конечно. Как, кто будет стелить, какая задача? Ну, дизайнеров тоже обязательно нужно заносить, что такой защищенный продукт, где он будет у нас продъем с пересечением, с теми же самым московским пересечением. Чем быстрее о защите скажете, то есть тем... Да, если мы анализируем рынок того же премиального сегмента и покупки в премиальном сегменте, процентов, наверное, 60-70 в любом случае идет мониторинг цен и по Москве, да, и у нас там по городу, да. Если мы по городу каким-то образом там за счет эксклюзивов держим ценник, да, держать в Москве, ну, практически нереально, если мы будем любые другие продукты. В Баене это возможно, ребята реализовали эту схему. Поэтому дизайнеры тоже должны понимать, ну, быть спокойными, что если заложили, они уже 100% знают, что покупка будет. И, между тем, уверены будут в качестве, уверены в том, что не вылезет где-нибудь, что это какой-то азиатский бренд, а нифига не Италия и не Германия, да. И самое главное, там через какое-то время не вылезут проблемы. Да, да, совершенно верно. На этом акцентирует нас. Ну да, чтобы все эти правила знали. Смотрите, еще одно, ну, не то чтобы дополнение в сторону доступности, ну, вы слышали, да, это то, что раньше называлось хоум, и даже про слисте у нас еще, поскольку у нас остатки есть, в хоуме живет, да, то сейчас это в 16-м году, это уже коллекция 13 мм, да, это за счет уменьшения верхнего слоя на 1 мм до 2,5 мм, получается более доступная цена, вот, то есть обращайте внимание на файл остатки склада с ценами, вот, то есть там всегда есть что-то доступное, всегда есть что-то хорошее, вот, причем то, что уже в 16-м году уже даже заказать на производстве нельзя, ну, например, это вот хоум, однополосник в, скажем так, сорте анданте, да, допустим, анданте, или то, что в хоуме называется метрополь, белый матовый лар, да, у нас есть на складе, вот, и больше его произвести нельзя, потому что Боин убрал, это логично. Почему он убрал? А потому что это, ну, и противоречит экономической логике, потому что зачем продавать дефицитный продукт, анданте это дефицитный продукт, зачем его продавать умышленно в меньшей толщине и брать за это меньше денег, вот, то есть это нелогично. А какие-то худшие сортировки? Ну, не худшие, а более разнообразные, мы так говорим, да, да, конечно, остаются, и они расширились. И они так же в коллекции хоума стоялись? Нет, слово хоум уходит из обихода, коллекция и бренд такой уходит, то есть это просто коллекция 13 мм толщиной, пока еще не придумали никакого названия. То есть название какое-то будет? Да, пока это просто 13 мм, да. То есть, допустим, нет, название уже есть, то есть там названия такие, то есть ввели название сортировок, чтобы их отличать от 40 мм, сортировок, значит, сортировки анданты соответствует сортировка джаз, значит, сортировки анимоза соответствует названию поп, и, ну, видимо, так подумали, от самой такой брутальной, жесткой сортировки виво, да, соответствует музыкальное направление рок, ну, хэйв метал, да. Пока. Вот такие названия, то есть, если будете смотреть прайс-листик, там, кстати говоря, у нас это расшифровано, вот, в соответствующей, ну, листочке экселевского файла, где более 13 мм, там расшифровано, что по старому, что по новому, там, чтобы было понятно, потому что прайс-листик одно, в остатках еще, там, в другой формулировке. Одним словом, всегда можно найти что-то более доступное, вот, ну, в качестве примера, вы подустали, наверное, уже, вот еще одно, кстати, ввести, пожалуйста, перл, белый, белый перл с черными сучками, вот, вот на полоснике, это, ну, белый, помните, перл, это такой густой белый цвет, вот, которого, я сказал, не существует, прямого, стопроцентного аналога, вот здесь, наверное, где-то стоит, ну, на словах, попытаюсь обвести, вот, да, она, здорово, да, вот он, вот, наш перл, почему его показывают, потому что достаточно популярный декор, вот, человек говорит, не хочу, лайфпи ваш белый, он другой оттенок, вот такой же зоркий человек, как вы, говорит, не-не, все понятно, да, я просто работаю с дизайнером, понимаете? Я вижу, вижу, да, да, да. Поэтому мне вот точно так же, он эстетик говорит, нет, совершенно верно, да, 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 мы идем на свет, поэтому я вам и говорю, вот, как вот, согласен, 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 я согласен, я с вами согласен, что отличия есть, иногда эти отличия носят критический характер, и как раз, ну, скажем так, не позволяют выбрать второй вариант аналог, а иногда они не носят критический характер, тогда можно, да, окей, это другое, но это тоже подойдет под общую концепцию, и это то, что мне нужно. Так вот, вот этот вот декор первого существует также в трехполосном формате. В трехполосном формате он основан не на сортировке четыре, а не моза, а на сортировке в финале. А в финале, судя по этой табличке, схеме, это чуть-чуть сдвинутые анданты, и еще и в трехполосном варианте. То есть там такой черноты уже нет. И за счет того, что, несмотря на то, что это трехполосник, но за счет интенсивного белого, опять же-таки, границы не так сильно видны. Он смотрится ровным. Он смотрится ровным. Несмотря на то, что он трехполосник. Так что вот имейте, пожалуйста, это в виду. И это, кстати говоря, относится точно так же и к декору Коралл, который я вот сравнивал, вы тоже сказали, что отличный, да, с черным сучком. То же самое. Коралл тоже на финале, в трехполоснике, на сортировке в финале. А в финале это почти анданты. Имеет более общий, ровный вид. Но в Коралле там есть другой нюанс, так же, как и у Уолт Грей, который тоже там живет на финале в трешке. Почему? Потому что в Коралле важную роль в формировании и восприятии имиджа и трудикора играет выбеленная текстура. Текстура на однополоснике, да, она видна. А когда она порезана на 70 миллиметров, она там сбивается. Понимаете, да, уже другое восприятие. Если здесь за счет забеленности текстура не так играет, то там она играет, она играет ключевую роль. Вот так что вот этот фактор тоже стоит учитывать. Но тем не менее, понимая, объясняя это, вы можете тоже дать человеку то, что он хочет. Ну, допустим, то, что еще у Лайфи, он, да, замечательно, круто, но, блин, ребята, это стоит сколько денег. Я как бы не готов столько заплатить. Пожалуйста, есть доступный вариант трехполосный. И еще ровнее по цвету. Все работает. Вот. Ну и так, маленький нюансик. Вы, наверное, помните, да, что в прошлом году трехполосник имел ширину 209 миллиметров, а в этом году трехполосник имеет ширину 200... Сколько миллиметров? 15 миллиметров. Что лучше, да, что чуть-чуть, но шире каждая ламелечка, да, это не просто вот поменяли цифру одну на другую, а стало чуть-чуть пошире. И еще на пассажок, да, уже пятую рюмку на пассажок выливаю. Есть еще один вариант, интересный, он называется дуопланк, так называемая двухполосная доска. Вот обратите внимание, я про конструкцию говорю только очень так, ну, в таком, в прикладном смысле, так же, как и про полосность. И по большому счету количество полос вот в названии не имеет принципиального значения. То есть, вот, когда мы говорим двухполосная доска, а ширина полосы, если ширина доски 215, ширина полосы будет сколько? Да? 107,5, правильно. Почти 108, если округлять. Да? 108 миллиметров это, в принципе, не широкий однополосник. Правда? То есть, как бы двухполосная доска по названию, да, потому что в пачку открываешь двухполосная доска, после укладки на пол у вас будет такой вот гармоничный однополосник. Там, причем, планки еще, ну, так вот, что сразу скажу, не очень длинные, они такие средние, где-то по 70 сантиметров в длину. То есть, такой вот гармоничный, такой вот средний однополосничек. Вот. И ценник там у него хороший. Доу-планк он живет в натуральном и в беленом формате. Ну, вот. В матовом лаке. В матовом лаке, да. Опять же таки, он на сортировке. В финале это сдвинутые анданты. Хороший, ровный декор. И вот, пожалуйста, розничная цена за беленый. 69 евро. Это розница. Это фактически на полу у вас будет однополосник, да? То есть, вот здесь вот это игра слов. Вот, посмотрите, доу-планка. А это какая доска? Это двухполосный. Не, не, двухполосный, все в сторону. Я двухполосный. Мне не надо, мне надо однополосник. А, ну тогда возьмите косвик однополосника 108 миллиметров. А, вот однополосник косвик я возьму. А на полу-то будет даже не то же самое, потому что, извините, этот набор коротких планок с кривой геометрией, ну не с кривой, с идеальной геометрией, нельзя сравнивать вот с этим продуктом. Понимаете, да? Чтобы вот с этим игру слов здесь не сыграть. Потому что люди иногда приходят заряженные. Ну и, наверное, напоследок, я скажу, что я недаром не говорил про эти конструкции, много не говорил. Потому что конструкция это, в принципе, вторично. Главное, что мы видим на поверхности. А конструкция это то, что позволяет реализовать и донести это. Вы не хотите приклеивать? Пожалуйста, вот вам замковые форматы. У вас нет возможности 15 миллиметров, у вас там надо под плитку 10 вынести. Пожалуйста, тонкая доска, но был файн с макси экономия или престиж. Да? То есть это вот там нужно. Да? А это не должно быть во главе угла. Потому что зачастую, вот, ну, многие, так сказать, ну, я знаю, московские дилеры разговор с потенциальным покупателем, розничных продавцей начинают с вопроса. Здрасте, вам какая нужна доска? Массивная или паркетная? Или вам паркетка, или инженерка? А что это такое? Как что? И мы начинаем лекцию про технологию изготовления паркетной, многослойной и массивной доски. И эта лекция идет настолько долго, насколько знает это, насколько это ему интересно, а этому этот знает продавец. А мы приближаемся к продаже. Конечно, если это способ просто утомить покупателя, его настолько лишить дара сопротивления, да, что он уже потом, ну ладно, так, чтобы, ну, вот это все заворачивать, да? Вот. Ну, вряд ли так происходит. Вопросы? Есть? Задавайте. Если нет, завтра не задавайте. Сколько Антон год продает квадратный? Это уже нескромно. Антон год? Да, да. Просто так. Сюда стремиться. На два. Так, как вам? Нет, давайте мы скажем так, сколько должен, не должен, а может продавать. Нет, может, надо, чтобы наглядно было, Антон сколько продал. Например, вот за прошлый месяц. Слушайте, ну, я вот... Таташка, это компрометирующий вопрос сейчас был. Да, вот вы меня сейчас... Я просто вот ни разу не продала. Краску не продаяешься, хочется, как Антон. Прекомпометирующий вопрос. Антон-то, понимаете, в чем дело? Антон-то, он же, у него рабочее место не в шоу-роме, он с розничными покупателями-то не работает. Ну, он же продает. Он же розницы. Ну, вот... Он не розница. Нет, но он же продает розницы. Ну, то есть, через розницу же работает. Розница же с ним работает. Ну, ну, как он? Ладно, сколько из розниц? Самая большая такая продажа была, ну, например, в каком-нибудь городе, не знаю, ну, в Питере, например, да? Либо, 500 метров шаги. Москва. Сочи? Москва. Потому что 500 метров. Ну, Москва. Ориентируйся. Кстати, я могу сказать так, что, возможно, за счет этой продажи, ну, вот, если брать из единичных, ну, не единичных даже, а просто, даже, сравнить всех дилеров России и убрать московских, кроме московских, а, даже единичные московские мы возьмем, не сетевые, то вот эта питерская компания первенская продаж заняла в прошлом году. То есть, там потребители такие, да? Не, они просто хорошо, так, ну, поймали, вот, ну, как бы, Они много переводят с других досок, например, то есть, не какое-то, до убеждения, не знаю, в том числе. Ну, разовые сколько? ну, 3 миллиона, там, ну, 4 миллиона рублей, примерно, разовые продажи могут такие быть. Ну, сами посчитайте, 500 метров шелетина сколько стоит это решение. А так, переживать начинают. И у вас ни разу рекламации никаких не было, да, по-моему. Нет, не, ну, знаете, именно рекламации по качеству связаны с тем, что действительно качество плохое, но, может быть, одна и то случайно, там, ну, что-нибудь там, какая-нибудь царапинка выявилась там на доске, на двух-трех досках, что-то где-то там при автоматизированном перемещении доски где-то что-то поцарапалось, например, там, вот одну такую, помню, там, несколько досок, там, ну, сделали рекламацию, пачку не там дали. Все, больше не было. Как правило, это, вот пришел Highland, а у него тут сучки с дырками, с какими дырками. Приезжаешь, а это вот зашпаклевано вот так вот своими, это не донесли, да, или там, а тут вот сучки там есть. Вот рекламации нет. Сучок у кого у нас? У кого-то в эпоху сучок ухищается. Да что там только не рассказывают? Ну, были две рекламации по массиву, реальные рекламации были. Я ездил, я, честно говорю, на одну ездил, на другую разговаривал, и мы поставляли, наменяли по массиву. Рекламация была в том, что в пачке во всем объеме, они там брали метров 70-80, не было составных досок. Все доски были 2,20. Вот была рекламация. Серьезно. Мы один раз даже заказали 4 пачки только из составных досок. Нам сказали, вы эти самые на заводе. Ну ладно, для вас, для россиян, мы сделаем. Для творческих людей, они знают, что ли творческие люди, от нас все время творческие запросы идут. Мы уже оговорили, кому мы там творческие вопросы адресуем. То есть там есть один человек для творческих вопросов. понимают творческий язык, коренной россиянин. Нам же просто так не надо. Есть это, 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 это. А вот смешать это с этим, убрать вот это, а вот так можно? У нас, как правило, такие вопросы задаются. И часто они приходят, сразу берут. Правда, пришел человек, в Самаре покупали. Началось с того, что самую широкую, самую длинную доску. Сколько? 5 из 40. Вот такую, сколько? 200 метров. Мы туда, нам передают, вот пришел чудак, такой вот спрашивает. Мы на завод, говорит, ну, ну, почти невозможно. Вот. Ну, цена будет очень высокая. Сказали, без разницы цена. Вот. Ну, мы называем цену, там, грубо говоря, там в полтора раза больше. Она говорит, ну, и говорим, знаете, вот есть одна ширина, одна длина, шелетина. Вот возьмите это. Ну, в итоге он это и взял. То есть, вот тут съехал в серединочку диапазона и, в общем-то, успокоился. Ну, а вот эти большие доски, как их транспортируют? Я сейчас не совсем представляю. Шелетина, одна длинка, она идет, соответственно, в упаковках заранее фиксированных. Там две доски в пачке идет. в общем-то, ну, как, палета. Тоже, кстати, вот волшебная книжка, печатный прорис-лист. Там написано, сколько на палете лежит, сколько это палета весит и так далее. Там все это видно. Соответственно, ну, как вот, погрузчик... Палета какая-то, она большая же, Да, она длинная, получается. Сколько там пачек в палете, я вот, сейчас, по антону можно посмотреть, может быть, например, спечатный. Сейчас скажу. Сейчас все скажу. Вот, шелетина, одна упаковка, две доски, а вот, ну, 18 килограмм. Вот сколько в палете не написано. Одним словом, 18 килограмм одного упаковка, это поднимаемое, даже одним человеком, да? Соответственно, а вот шале, там сложности, но поскольку шале не покупается по 20 квадратных метров, купается там от стаи выше, как правило, вот, ну, специальная техника, ну, краном, да, то есть надо подумать, как это заносить. Целая операция. Это целая операция, да, это целая операция. Везется серьезно в коробках, в фанерных коробках больших, вот, коробки все индивидуальные, ну, зависит от того, какой там размер будет доски, вот, соответственно, ну, огромные, тяжелые грабы, такие микровые. Ну, вот, отгружали вот это питерский, геренджик, выгружают, да? Смотри, страшно, как фут. А когда понимали, для кого, то вообще, руки дрожали. Машину перекрестили, мы не поверили, честно. Священников в кабину посадили, да? Мы подумали, что просто нагнедают, как всегда, нагоняют важности, чтобы знать, и при кого там, ну, какая разница, мы уверены в качестве продукции, поэтому, ну, слава богу, если будет для них, вот, и очень на фабрике интересовались, вот, недавно я поклядил. Конечный клиент, да, он же на фабрику звонил, специально звонил туда. Ну, не Владимир Владимирович, естественно, звонил, а Владимир Владимирович. специальный человек. Потом в офис к нам, ну, то есть они какую-то историю, мы тоже дизайнеры, то есть они какую цену хотели получить. Все дизайнеры. То есть они вокруг, около ходили. Перед оплатой пробивали истинность цены, ну, то есть не обманывают, не накручивают, не наживаются ли на самых-самых людях слишком сильно. Ну, так бюджет же надо экономить. Убедились, что они наживаются. Сэкономили. А цену сбить не получилось. Клиент, который наш продавал, то есть, очень доволен. Ну, вот ты же, этот клиент у нас в результате стал первым по объему продаж среди всех компаний. Но, вот, если брать рынок московский, да, ну, европейский рынок, насколько там позиции сильны, там, той же китайской или российской доски. Если про нас говорить, у нас российской доски как таковой сейчас массивной нету. Ну, практически нет. Да, сейчас кто-то там начинает заниматься, но, будучи там, в Москве, я вижу, что там засилие просто всяких там непонятных брендов. Очень много брендов. Конечно. На коленке сделанных, как бы, покрашенных. Ну, тут смотрите, засилие есть, вопросов нет. но, те дилеры, которых мы выбрали, и те, которые выбрали тоже нас в качестве продукта, поставщика продукта важного, понимают, в чем, как бы, плюс. что, если человек готов приобрести и хочет купить, скажем так, продукт, либо премиальный, либо очень высококачественный, да, либо обладающий комплексом характеристик, да, и готов за это заплатить честные для этого продукта деньги, вот, то Боин лучший товар среди всех с точки зрения бизнеса, да, и поэтому вот эта бизнес-логика, она и приводит к выбору Боина в качестве продукта. Те, кто это прочувствовал на себе, да, посчитал реально, да, не просто послушал красивую презентацию, но и на себе это прочувствовал, прошел через вот этот демпинг, ну, скажем так, и дошел и сохранил деньги свои, и из виртуальных на калькуляторе они у него в кармане оказались, то это самый лучший, так сказать, агитатор, вот, и эта система работает, вот, она работает, ну, по всем, независимо, Москва это или не Москва. Ну, вот какие они, аргументы, какие они находят, что надо это покупать, для покупателя, что нужно выбирать именно такой массив, а не российский, к примеру, или там, псевдоевропейский. Ну, я полагаю, что примерно те, которые я и предъявляю на презентациях, это то, что не то, чтобы идеальное, а, можно сказать, и не то, чтобы самое высокое, а недостижимое для большинства, вот, если в частности по массиву говорить, то недостижимый уровень качества для большинства производителей, не по точности, скажем так, размеру геометрических, то есть, от какой подсортировки массивной доски перед укладкой, о которой нужно производить по умолчанию для всего Китая и для 95% России, нужно по ширине, по сортеру производить, потому что она по ГОСТу имеет право расходиться на 1 мм по ширине друг от друга, да, если этот фактор проигнорировать, то у вас на полу щели получится, там, через несколько, там, полос, вот, поэтому здесь об этом и речи быть не может, и она, опять же таки, она в таком диапазоне находится, в котором других просто нет, да, на тех эшелонах, там, стратосферы, да, и поэтому, ребята, ну смотрите, эта доска, которая, она задает стандарты, просто новая, да, и она настолько качественная, что ее можно приклеить, что ее можно с теплой полностью внести. Это супер, это максимально возможный уровень качества, вот, и поэтому это стоит столько денег. Нет такого же, ну вот, скажем так, вот в аналоге, ни в китайском, ни в российском, его просто нет, реально, нет. Просто мне хочется, чтобы, ребята, вы для себя, нашли эти аргументы, которые, ну, приведут вас к продажам, потому что я сейчас предполагаю, что в этом, в этом сезоне будет засилие, там, российской массивной доски, потому что, тот же паркет-холл немножко там уходит, да, производители, но производители с европейской части российской доски, они приходят, да, и вам нужно находить аргументы, да, почему, как бы, вот, Боин, почему не, там, антиквуд, к примеру, да, сейчас тут у нас появился, да, чем, чем Боин, как бы, интереснее антиквуд, потому что, ну да, там, у некоторых производителей местных, они даже, их сложно назвать, наверное, производителями, они больше покрасочные цеха, я так понимаю. Вот антиквуд как раз покрасочные цехи. А есть под Баум, там, подделка, Баум, например, да, сейчас есть еще какие-то тенденции, но сейчас они тоже, скажем, вот я, да, не буду перебивать. Да, вот вы должны находить, вот, эти плюсы и понимать, что, ну, покрасочный цех, покрасочный цех, это, как бы, одно, да, они не занимаются, ну, то есть, у них есть, наверняка, есть какие-то стандарты отбора сырья и древесины, но у них уже готовая массивная доска, которая закупается, насколько я знаю, там, либо в Чувашии, либо в Кировских лесах, ну, где-то там, ну, в Чувашии, кажется, производят. Может быть, я не знаю, где-то, где-то берут массивную доску, тоже, тот же дубовый массив, да, и там уже, там, их дизайнеры придумали какие-то, очень сказанные. Ну, дизайнер, да, он же, как бы, бухгалтер, он же хозяин, возможно, это одно лицо, возможно, это муж и жена. Это имеет право на жизнь, но просто здесь надо понимать, что вы покупаете, это даже не, скажем так, это даже не китайский производитель, это просто, ну, скажем, такое ремесленничество чистой воды, и те деньги, которые, да, это будет стоить меньше, но каждый рубль, заплаченный за обоин, он, каждый рубль, вам, это инвестиции, в принципе, это инвестиция, и эта инвестиция вам даст гораздо больше результатов в годах, первые годы, безупречной службы, когда вы не будете мириться с компромиссами, а щелкать, ну, это же массив, что уж хотите, вот, там, что-нибудь там, кривое, косое, ну, это же наш российский, зато наш. фото замещение, да, я почему-то говорю, у нас уже был, был такой объект, когда, ну, такой, достаточно шоколадный объект, в районе 200 квадратов, да, когда, ну, причем, через дизайн, ну, дизайнерский объект, когда мы просто проиграли антиквуду, просто не смогли найти аргументов, да, почему, там, другая доска, а не антиквуд, да, и взяли антиквуд. Это, ну, если банально, конечно, ну, как можно сравнивать покраску, скажем так, в фирменном автоцентре, покраску машины, даже не в автоцентре, а на заводе. Есть покраска на заводской, есть покраска в автоцентре, а есть покраска в гараже. Вот антиквуд, при всем уважении, покраска в гараже. Ну, в цене же. Не, ну, в цене понятно, Цена же все равно не бесплатная, но все равно деньги платите. Просто одно дело, вы покупаете товар второго или третьего сорта, за те же самые рубли. Каждый рубль вы вложили в товар третьего сорта. Здесь вы вложили больше, но вы вложили в товар высшего сорта, наивысшего сорта. И это та инвестиция, которая будет вам приносить. Просто, как я понял, там был основной аргумент у покупателя, и дизайнер как-то с этим согласилась, да, это то, что нужен был цвет. И они нашли именно в антиквуде тот цвет, который им нужен, да, за те деньги, которые они готовы были платить. Вот здесь вот еще один момент. Если нужно бороться, если уже на этот этап борьба вышла, то здесь надо говорить о том, что, что такое цвет. Вот сейчас вы говорите о цвете, вот на этом образце, или на этом образце. Если мы говорим об образце с брендом «Боэт», то подбор, то не подбор, то исполнение каждого депора, это максимально стандартизированная процедура, которая берет свое начало в получении масла от производителя «Осма», определенным кодом, да, ничего не смешивается. То есть приходит код определенный, по строго регламентированной технологии, значит, и в этой технологии нет человека с неважно с каким именем, да, пусть даже это имя там будет Сергей, Александр, или там даже Леонид, вот, не будем говорить там, что это какое-то восточное имя, не важно. У него в руках нет тряпки или губки в этой технологии, которую он опускает в раствор с краской, и с маслом цветным, этого все нет. Это станки. На кнопках все нажимается, заливается, поехали. Стандартизированный процедур, потом идет визуальный контроль. Если вдруг что-то не так, это в пачку не попадет. Что в антихвуде, или в любом другом, в стенвуде, антихвуде, в каком угодно другом паркете с ручным нанесением. Как ты смешал. Вот я вам говорю, что эти ребята, они в свои образцы не всегда попадают. Серьезно. Серьезно я вам говорю. Они не смогут вам покрасить точно так, как потом будут рассказывать, это разная древесина, что вы хотите, это натуральный продукт. Важно другая. На самом деле, Гриша немножко тряпку не так отжал. Или здесь вот он раз, чуть остановил тут пятно. Они вам будут говорить, да этот цвет дерева здесь такой был. Да нифига, у него там рука застряла в этом месте, когда он цветное масло заносил. Там скорее всего даже не Гриша, а Рахметка какой-нибудь. Ну я же сказал, может даже Леонид, да. Но скорее всего Джамшут, скорее всего, из нашей Раши. Так оно и есть. И поэтому, ну вы выбирайте, за что вы свои кровные деньги, вы их заработали. Ведь паркет можно сравнить. Паркет покупается на срок службы примерно двух-трех машин. За машину миллион рублей, грубо говоря, отдать, в кредит там зайти, да, за полтора миллиона. Люди готовы. Но при этом, домой они нафиг ламинат положат. И будут ходить по ламинату. Но зато будут ездить, допустим, на Volkswagen хорошем, например, там, да, или на Mercedes. Но при этом, ну ты возьми, это тебе дольше прослужит. Ты этим больше будешь пользоваться, чем даже машиной. Хотя машина тоже очень важный аспект. Поэтому, это тоже аргумент. Ребят, подумайте, за что вы деньги платите. Ремонт, но все равно, вы тратите много денег на ремонт. Много. И это одна из статей расхода. Но это статья расхода, которая даст вам то, чем вы будете больше всего пользоваться в своей жизни. Вы поэтому ходите, вы на это смотрите. На стены вы только смотрите, на то, как вы только смотрите. А здесь вы ходите, лежите на него, трогаете его, да, это больше всего вы эксплуатируете. И вы на него, часто, меньше всего внимания обращаете. А, ламинат положу. Зачем? А вот какую-нибудь там штукатурку, вкруть краску, мы там заинвестируем кучу денег. Или в работу непрофессиональных укладчиков. Или еще кого-нибудь. И так далее. И так далее. Ладно, ребят, чтобы вы, ну, опять же, при продажах выясняли, да, куда клиент собирается класть на полном покрытии. Что за объект у него, да. Но это не значит, что если, как бы он говорит, что у меня квартира там, и сразу же уходить-то на плитку ПВХ и на ламинат, да. Но если человек говорит, что у него дом, что основательный дом, да, вы должны понимать, что для него, ну, как бы ремонт в этом доме, что это инвестиции, да. И уже вот в этом случае ни в коем случае не начинать там и не говорить о искусственных материалах, да. А пытаться, ну, для нас, как бы, фокусно, да, и это ваши компетенции, как, как бы, более профессиональной розницы, это предлагать более премиальные продукты, более натуральные продукты, более дорогие продукты, да. Соответственно, если выясняете, что это дом, коттедж, да, ну, там, в любом случае, как минимум паркетная доска, да, ну, а лучше массив, да, потому что, если выясняете, что это некое родовое гнездо, строится, да, достаточно большой коттедж, да, на долгие года, ну, смысл предлагать, терминант. Еще экологический аспект, я об этом не говорил, и не всегда это, ну, российский потребитель воспринимает, но на самом деле, здесь все материалы, все процессы, которые используются, они обеспечивают и отвечают всем максимальным экологическим европейским мировым стандартам, чему подтверждение, в частности, сертификат от «Голубого ангела», да, это независимый, скажем так, институт, который анализирует вредное выделение, да, различных продуктов. Он не привязан к какому-то бренду, да, как некоторые бывают. То есть, это вот, ну, подтверждение того, что с экологической точки зрения все идеально, а это важно. Опять же-таки, это тот продукт, которым вы будете пользоваться постоянно, вы будете дышать тем, что там внутри есть. Так вот, выделений негативных сбойно либо нет вообще, либо они находятся гораздо ниже допустимых норм. Это как раз об этом грубо и говорит, ну, не грубо, а образно говорит сертификат «Голубого ангела». Вот, когда мы берем китайский или там, седокитайский или какой-нибудь недорогой российский, то там при приобретении материалов критерия экологичности, он отсутствует. Там критерий один. Ну, чтобы никто не отравился, пока это наносить будем. Вот. Ну, серьезно. Вот. Те же самые огромное количество в мире есть китайских лаков, красочных материалов. Огромное количество. Осмо, это, ну, кто-то наносит осмо, но, извините, осмо дорогой продукт. Масло, если брать, а лаки, а клея, который используется в производстве. То есть, это тоже аспект, в том числе, влияющий на качество и на цен. В том числе. Но главное, конечно, это безупречное качество, это выдающееся качество в отрасли. То есть, ну, находите доступные для людей аналоги. То есть, сделано с соблюдением всего всех только возможных нюансов при производстве. Причем, эти нюансы люди и эти ноу-хау, они копили 400 лет почти. с 641 года. И это не просто слова. Высушить доску 220 или доску 5 метров, чтобы ее не скрутило, не развернуло, и чтобы она не отслоилась на 5 метрах длины у Владимира Владимировича, извиняюсь за выражение. То есть, это надо уметь. Это просто в книжке нигде не прочитаешь. Таких книжек, учебников не существует. Это ноу-хау. Ну да, если говорим про российское производство, либо, ну не про все, там некоторые цеха, либо про китайское производство, ну решили ребята деревообработкой заниматься. Взяли, купили станок, может быть даже и самые там допотопные списанные станки и начали заниматься. Ну, как бы где-то какие-то книжки почитали. То есть, нет вот этого багажа знаний, которые есть вот у таких компаний, как у Boeing. Потому что от того, что переносится производство там с Европы в восточную Европу, это не значит, что багаж знаний там остался. Полностью взяли завод со всеми знаниями, наработками, со всеми. Перенесли как бы на новую площадку. Поэтому, все, что было накоплено, все реализовано. И вот, как мне вы рассказывали по поводу их системы качества, контроля не знаю, если вы рассказывали. Да, когда каждый шаг там рабочего расписан, каждое движение рабочего расписано, все как бы... Там учтены все возможные мелочи, которые существуют в паркетном производстве, в паркетной промышленности. Все, абсолютно, все, что только можно учесть, там все учтено. Все идеально. И можно анонсировать, однозначно, у нас должна состояться поездка в конце мая. И безусловно, от Полбери обязательно поедет. И я думаю, что не один человек. Не один человек. Может, два, может, три, мы посмотрим, если группу позволят. Но два минимум. Чтобы вы своими глазами видели, что это такое. Одно дело, слушать рассказы мои про Кайзен и про ответы, что они все Боин продают. А другое дело увидеть, когда вы заходите в цех, где круглый лес распиливается на заготовку, вы идете по этому цеху и на полу опилок нет. Конечно, может, так оно и должно быть. Когда я иду, я знаю, я этим производством занимался, я знаю, что такое лесопильное производство. Это глязь, это кора, это опилки на полу, да, они убираются раз в смену, раз в смену чисто, относительно, а там чисто во время работы. Это фантастически, просто фантастически. А это все влияет на качество. Никакая опилка никуда нибудь не попадет, что приведет к искажению геометрии, что где-нибудь какой-то бугоров, где лак опилку покроет или маленькую стружку, а потом она отлетит и будет ямка, например. Вот этих вещей там нет. Ну и потом там отбор по качеству там фантастический. Подходишь, лежит, стопка доски, смотришь, вроде она хорошая. Что это такое? Написано дрова. Как дрова? А вот здесь смотрите, здесь зоркий глаз наших сортировщиков увидел, что какой-то есть дефект, все мы сюда кладем. Я говорю, так можно же отрезать наш российский менталитет технологический. Здесь выгоднее просто вон туда в дробилку и в котел вон туда на тепло для сушек. Невыгодно еще гонять вторым кругом что-то отрезать, перерезать, переделывать. Невыгодно. В лучшем случае, если что-то там есть специальная стопка под образцы. В лучшем случае ее трансформируют. Но и то, как правило, нет. Знаете, что еще один важный момент я не сказал? Это очень для дизайнеров и для таких домов, о которых я сказал. То есть когда речь идет о двухуровневых объектах, когда есть лестница на объекте, есть лестница, то встает вопрос, а как эту лестницу сделать? Что делает стандартный потребитель-дизайнер? Они убирают на пол что-нибудь, берут эту доску и едут в аналог антиквуда, только совсем. Антиквуда, кстати, еще неплохой покрасочный цех. Они едут и им с пяти попыток делают кусок выкрасывал. Слава Богу, подобрали. Отлично. Они соответственно под этот выкрас заказывают эту лестницу. Подбор. Вы заплатили 90, может даже 70 или 100 евро за продукт. И у вас лестница будет отличаться по цвету. Зачем? У нас есть лестничные элементы в ассортименте, которые с помощью этой же самой доски имеют различный профиль. Либо замковый, либо шипаст, либо подмассив. С помощью них можно всю ступень и подступенок, и саму ступень реализовать. То есть, все сделать из этой же самой доски. И эти элементы, они делаются не по той же самой технологии цвет наносится, что и здесь. Они делаются именно из этой же паркетной доски. То есть, берется вот эта паркетная доска, разрезается, склеивается определенным образом, и получаются вот эти ступенные профили. так же, как и плинтусы, кстати говоря. То есть, вы получаете и плинтус, и ступенные профили точно такого же декора, прямо именно этого же самого декора. И все, вопросов нет, не надо ничего подбирать, потому что потом под этот образец никто, опять же, ничего в цвет не попадет. Я объясняю, как производится подборка цвета. Вот смотрите, нужно подобрать какой-то оттенок, например, на основе белого. Берется краска белого тонера, белой краски, например, тонировки, и, допустим, банка красного, ну или коричневого. Окей, надо поймать оттенок. Сначала берут и примерно смешивают. Берут, допустим, один стаканчик этого и одну чайную ложку коричневого. Бульк размешали, ну вот, помакали немножечко, покрасили вот здесь, он высох. Ну, надо-то еще лаком покрыть на самом деле, чтобы посмотреть, как будет. Ну, вместо лака вот так вот делается водичкой. Ну, даже, может быть, и лак покрыли, боксом. Немножко не то. Надо чуть-чуть коричневого добавить. Еще пол ложечки чайной добавили коричневого, да, размешали. Не совсем, чуть-чуть беленького, четверть ложечки беленького еще добавили. Получили. А теперь, как воспроизвести то, что было? Потому что сначала, когда мы смешали, мы взяли туда губку, опустили и изменили количество, да, и белого, и коричневого. У нас поменялась концентрация. Потом мы добавили, еще раз изменили, еще раз опустили, еще раз поменяли. И потом это, как это все воспроизвести? Невозможно. Это нужно, даже если ты на электронных весах будешь взвешивать, все равно у тебя будет не то. Это нужно каждый раз заново смешивать. То есть, первый раз смешал, не получилось. Смешиваешь по-другому. А они всегда смешивают добавлением. И потом вот этот вот компот, который получился, и вроде как попало. Его уже никто не воспроизведет. Потому они не могут попасть в свой цвет никогда. Они потом эту процедуру повторяют на доске, которую надо выкрашивать. У них там, а-ля, там что-то записано, конечно, 20 грамм того, 30 того, но это все фигня. Даже если ты получаешь цвет у поставщика краски, например, есть поставщики в Москве тонеров там, фирменных, условно говоря, Бор, там, Осма, там, или еще какой-нибудь там итальянский, Сейрла там какой-нибудь. У них там есть лаборатория по смешиванию. Окей, там лаборант сидит. Он вроде более-менее, там, он вчера работал на покраске машин в цеху, а сегодня пришел туда. Более-менее грамотный. Вот он там что-то намешал у себя там в лабораторных условиях. Вот. Но потом, когда он начинает это мешать в промышленных, там все равно дозировки немножко уходят. Вот. И все равно итоговый результат получается другой. Я сколько раз такого заказывал? Заказываешь, вроде подберешь, а я говорю, там вход такой-то из восьми цифр ушел круто. Восемь цифр, то еще пять букв точно не ошибутся. Вот. А потом приходит, приносишь эту банку, которую ты купил у них там, да, уже следую, да, ну вот, в цеху ребята красят. Вообще другой цифр. Поэтому... Ну, еще сырье древесина, еще другая будет. Древесина, это еще один фактор. Главное, что они никогда не могут правильную концентрацию краски подобрать. Ребят, хотел бы прям вот, чтобы вы... В этой точке? Нет, запомнили по поводу, отметили для себя по поводу плинтусов, да, чтобы вы понимали, что практически, ну, многие плинтуса производят не сами, да, и вот эти вот, наша беда с плинтусами, когда заказывается одно, а приходит совершенно другое, и потом прибегает там бабушка какая-нибудь, начинает вас зашпанировать на плинтуса, показывает там, то, что видела на стенде, то, что ей привезли, оттенки не бьются, все такое, там вот аркет это постоянно тоже проявляет. Это из-за того, что делается, то есть производство паркетной доски, производство плинтуса, даже в рамках одной компании, это разные линии, да, а может быть даже они не сами производят, а кто-то им производит. И вот эти вот нюансы, да, и получаются из-за этого, да, Боэнт производит все это на одной линии из одного и того же сырья. И поэтому, вот для дизайнеров это очень важно доносить, что вы получаете паркетную доску, вы получаете плинтуса, вы получаете элементы для лестницы, одного декора, да, и у вас нету вот этих вот проблем, с которыми мы сталкиваемся. Такого предложения, в принципе, ни у одного завода нет. Нет эксказиторов. Ну, в принципе, есть, существуют они, существуют. Их можно предоставить. Большой плюс, если бы они были. Мы решим этот вопрос. Мы решим. А тут запишешь. Да. У нас просто основная лестница, наверное, делают из ламината. То есть могут взять массив или паркетную доску, а лестницу делают из ламината, потому что решений нету у других. А здесь как раз оно есть. Просто не забывайте об этом. Мы реально, когда вот дизайнер, прошли цвет выбора, все согласовали. А он даже у вас и про лестницу не спросил, потому что он уже заранее знает, что он поедет там куда-то, Гриши, подбирать этот декор. Да вы ему скажите, зачем учиться? По деньгам получится примерно то же самое. Может быть, даже дешевле получится. но, во всяком случае, стопроцентное совпадение, стопроцентное. И экономия времени огромная. Ему не надо мотаться, там это все подбирать, перебирать. Какие у вас еще вопросы задают покупатели, на которые вы не можете ответить? Основной, наверное, по ценообразованию спрашивают, почему этот продукт стоит даже в рамках одного и того же производителя дешевле, чем вот этот продукт. Есть акции реальные, не такие, как у Парчетти. Например, в прошлом году была акция, которая заключалась в предоставлении нам дополнительной скидки на формат ГЕН. И поэтому за счет этой акции, за счет этой скидки цена существенно отличалась. Сейчас осталось на сортировках Анимоза, в сортировке Анимоза ГЕН или не ГЕН разница выше, чем Анданте ГЕН и Анданте обычный. То есть Анданте ГЕН сняли скидку, потому что очень дефицитная позиция оказалась. В общем-то какая-то большая разница всегда объясняется как какой-то акцией, скорее всего. Ну, также мы, например, не говорили, что есть вот такая разновидность американского ореха, только более густой. Опять же, здесь этого, по-моему, нет. Нагал, да, есть такая... У кого-то есть наверняка этот сорт здесь, нет? У кого-то есть нагал? Нагал, кто-нибудь видел щиток? У нас нет. Жаль, вот это минус, конечно, наш. Такой темный, густой американский орех из южной, из континента Южной Америки. Вот. Он в силу того, что его завод перестал производить оставшуюся часть селья, он нам предложил по такой цене акционной. И, соответственно, поэтому однополосный вот этот густой нагал, там, в однополоснике в анданте сортировки стоит там 70 с небольшим евро. Да? При том, что раньше он стоил, как и обычный орех, там, 100 с гад. То есть, ну, это один из примеров. Всегда, значит, ну, как всегда, часто в трехполоснике, ну, как правило, в трехполоснике цена более доступна, более привлекательна. Посмотрите в Гент, если, да, если надо найти более интересное предложение по цене, более доступное. Посмотрите в Гент, посмотрите в Хоум в 13 мм, посмотрите в трешке, посмотрите в, так называемом, двухполоснике, в Дуопланке, о котором я вам говорил, да, если речь идет о белом дубе, либо натуральном. То есть, это очень хороший, интересный вариант. То есть, просто замечательный. То есть, семидесятка человеку на полу слишком узко, однополосник, как бы, хорошо, но вроде бы как не готов столько платить по бюджету. Окей, возьмите другой однополосник, на полу у вас это будет однополосная доска, шириной почти 110 мм, притом длина не будет слишком большой, чтобы эта доска не казалась хуже, чем она на самом деле есть. То есть, всегда есть вариант, если вы его не можете найти, наберите нам, наберите нам, мы даже в онлайне быстро вам подскажем. Ну, вдруг нам что-то подзабыли, там, что-то еще. Я могу сказать так, что по каждому декору есть варианты, есть варианты и диапазон по цене. По каждому декору есть диапазон по цене. Кстати, вот по массиву. Есть 162-я ширина, это 4 декора на основе орал-сортировки. Да, кому-то, может быть, это не нравится, но если вам человек выбирает заберенный дом, например, готов получать натуральный внешний вид, то 4 вот эти орал-караев-сортировки, они в рознице стоят 92 евро. Для обгоня это не дорого, потому что больше 100 евро стоит в рознице каждый массив. Здесь 92, по ходу там 62, что-то, с копейками. Ну, то есть, хороший доступный вариант. И на темном, вот орал-дар, в общем-то, и эти дырочки-то мало видны. А что такое момент-то? Почему китайский массив, толщина китайского массива, она отличается от европейского? Да, это выбор в начале производства «Ну как она отличается? 18 имеется в виду, да?» 18-22, а не он, 15-20. Здесь какого-то такого сакрального смысла нет, ну, кроме того, что 18 все равно будет подешевле по сырью. Значит, два фактора, которые удешевляют. Заготовка под 18-й массив имеет меньшую толщину, меньшую толщину, соответственно, она быстрее сохнет, а сушка это время и это электроэнергия. Поэтому под 18-й быстрее сохнет, то есть расходы производственные ниже, и сырьевая себестоимость ниже за счет срока. Причина такая. но в Европе 18-й не делает. Ну, я не знаю. Я о том, что может быть отличительным признаком китайского массива толщина 18 мм. не знаю. Ну, в принципе, может, но и россияне могут все наше делать. Сейчас какая тенденция, кстати, вот о чем я не сказал, что есть попытка такого очень локального импортозамещения, поскольку Китай это дорого, это тоже дорого, за счет российского производителя. Но у нас, если сравнивать, то с Китаем, конечно, в разы ниже развитого паркетного производства в России и заменить тяжело. но тем не менее кто-то в Краснодарском крае что-то нашел. В частности, я слышал про Баум, я слышал про Глобал, кстати, говорю, про Глобал, слышал, что они, ну, не массив, а инженерную доску на фанере с шиппазом, якобы, где-то в России уже делают. Про Баум точно слышал. Ну, и знаю, что забыл, кто-то еще как-то рассказал. Нет, но Самотлор, он же не под Баумом не будет продавать. Нет, ему Самотлорду, а делает, конечно, да, Но у них там свои бренды такие, российские, они не скрывают. Я думаю, что, знаете, здесь самое простое это попытаться найти информацию в интернете. Вот зайдите на соответствующий сайт производителя, есть он или нет. Вот Убойна, первым, есть, да? Вот Утавалиня, уважаемый, он есть, есть, но там вряд ли рассказано, что, где, что делается. Да, говорят. Даже вот, ребята, уважаемые, тоже только не рассказывают. Я, в всяком случае, не видел. Нет, у них есть город, как бы, там все показано. Мы, в принципе, с ребятами по поводу этого говорим, что, если стоит спорт, всегда сейчас можно, при помощи Google, понять, есть ли данный бренд, как бы, забивая там определенную комбинацию, да, можно понять, есть ли данный бренд в той части, где позиционируется, да, есть ли тот же FineArt, да, в Италии, да, как бы, если по запросу FineArt, домен Италия ничего не выдается, да, ну, понятно, что это бренд шейковый, да, и производится он, ну, как минимум, может быть, в России, но, скорее всего, в Китае, потому что оптовый ценник у них в долларе, да, и те, кто производит в Европе, никогда оптовый ценник в долларе выставлять не будет. Конечно, конечно, конечно. Да. Ну, что? А попробочки? Поздно, я съел всю энергию. Буквально, там, попробки могу, там, прям на образцах, если... А может быть, да, три секунды отдохнем, чтобы вы это... Ребят, потом немножко попробки. У нас дальше, чтобы понять... и... Субтитры сделал DimaTorzok...